всем привет хочу поговорить об очень важном цикле который будет 2020 году он уже начался и будет касаться стран на сенге и даже больше бывших стран варшавского договора то есть при баутику польшу венгрию и т.д. но начну я очень издалека в древнем египте был такой праздник хепсет он был прежде всего для фараона и фараон не мог от него отказаться древнем египте считали что через 30 лет правления фараона его силы начинают как бы исходить боги больше не с ним и если он не обнулиться он будет увидать и вместе с ним будет увидать вся египетская земля поэтому назначался определенные скажем так очень такой необычный праздник современная наука все гадает почему же 30 лет астрология дает здесь конечно четкое понимание что этот цикл сатурна связаны с властью и в астрологии чтобы понимание как возврат сатурна это в общем то о чем говорили египтяне то есть раз 30 лет происходит цикл связаны с темой власти особенно если это власть одного человека изменения скажем так правил и если не происходит обновление все идет на понижение и египтяне устраивали очень такое серьезное мероприятие рылась специальная погребальная камера где размещалась статуя этого фараона статуя была нужна для того чтобы она как бы впитала все негативное за 30 лет что было в жизни этого фараона и впоследствии это все закапалось от греха подальше да пока это не найдут археологи вообще египтяне любили форму потому что форма для него очень важно считала что если есть объем в него можно что-то подселить но например если вы видите египетские иероглифы то надо понимать что если они находятся на каком-то здании они всегда выполнены в объеме потому что в объем может подселиться то или иное божество дух или душа человека для них объем был очень важный такой историй так вот вот это статуя на как бы впитывает этот негатив сам фараон опускался туда вместе со жрецом происходило так сказать обновление после чего он выходил это всегда конечно делалось на новоуне все строго по астрологическим скажем так праздником и далее фараон должен был доказать что он обновился что он полон силы и так сказать задавал нормы gto он бегал вокруг пирамиды с разными предметами переодевался снова бежал он стрелял из лука поднимал там определенную колонну правда немножечко это все в разное время но там очень такой здоровый перечень плюс для всего народу срался огромный праздник чтобы показать что он не зря все это время у власти вы и считал что после этого он как бы прибодрился он снова полон силу правда надо отметить что следующий хэпсет проводился уже не через 30 лет а через три года как правило да то есть после вот этого 30-летнего для этого человека же уже с гораздо меньшим интервалом проверялась насколько он может скажем так обнуляться заряжаться и тому подобные вещи вот и надо отметить такую важную вещь что считалось что вот на двадцать девятом году жизни то что в астрологии вот есть возвращение сатурна человеку максимально ослабевает что он максимально уязвим именно в это время как право в египте были попытки переворотов убийства фараонов некоторые удачные некоторые не очень вот и по тем уголовным делам с того времени видно что сначала колодовали это таком египетском жанре а потом посылали убийц и его кстати говоря о этому каждый из вас слышал про кукол вуду это было очень популярная тема в египте археологи нашли одну из таких кукол которая была такая прям все стыкана иголками иголки иголки были непростые это было метеоритное железо даже сейчас до 21 веке это очень редкий очень дорогой материал что они внеземного происхождения а уж так далее это было сверх какой-то дорогой вещью вот и куда его направляли да на магию и понятно что это было доступно только вот но вот самый-самый верхушки но надо понять что фараон тоже был не пальцем деланный магия в египте была на государственном уровне были специальные заклинания против врагов египта или например тоже примеру на кукох вуду был такой правительство но серт 1 он построил ряд крепостей по ним чтобы скажем так произвели произвести экспансию и в одной из этих крепостей были ниши 300 ниши где были куклы вуду заранее проткнуты на случай если враг пойдет на эти стены должна была сработать заклинание которое сразу же до бьет по наступающим это вот такой уровень египта скажем так вот поэтому фараоны тоже знали да скажем так как защититься но не всегда это удавалось и как показывает египетская история самым слабым местом фараонов оказывался и гарем ну да ладно возвращаемся в современность почему я вот это все рассказываю дело в том что сами распадом советского союза прошло 30 лет а это значит что цикл сатурна завершился сейчас происходит обновление или будет что-то по-новому или все пойдет на угасание и развал я конечно желаю чтобы все пошло скажем так в новое более хорошее русло и то что этот цикл работает видно сейчас очень очевидно через 30 лет все нерешенные проблемы начинают снова себя показывая да там на горный карабах или проблемы на границах киргизии таджикистана таджикистана афганистана и в свое время там 30 лет назад там были похожие истории вот и истории связанные с прибалтикой ситуация на границе польши и белоруссии там литва пытается там давить на белоруссию прикрыта там размещаются до позиционеры из белоруссии что там что-то делать в общем видно на всем постсоветском пространстве до в том числе отношения украины и россии что все болезненные темы снова вскрываются до прошел 30 лет а вот и ныне там и вот сейчас да вот 2022 году может быть обострение вскрытие всех этих язв надрывов чтобы или пришел какое-то завершение или начался за какой-то новый цикл поэтому 2020 год для страны снг из для стран прибалтики польши и т.д. может оказаться очень непростым в политическом плане и я надеюсь что все разрешится более или менее хорошо и мы направим энергию до конструктивное русло но это такое мое пожелание так на таком политическом уровне на уровне скажем так сатурна а своим подписчикам я пожелаю вещь которую желали фараоном это звучит как out ip ликование сердцем я хочу чтобы у всех моих подписчиков 2022 году было ликование сердца всем удачи всем счастливо и всем подписываться